Реактивные люди часто зависят от физических факторов. Если погода хорошая, они чувствуют себя хорошо. Если нет, это влияет на их настроение и продуктивность. Проактивные люди сами создают свою погоду. Стивен Кови. Реактивные и проактивные люди. Когда заходит разговор о внешних раздражителях, которые могут оказать влияние на внутреннее состояние человека, то всех людей можно разделить на эти две категории. На реактивных людей и проактивных людей. Что это за люди и чем они между собой отличаются? Реактивные люди полностью зависят от внешних условий. Их эмоциональное состояние, мысли, поступки и слова полностью контролируются этими факторами. Проактивные люди – это прямая противоположность реактивным людям. Они способны мыслить, принимать решения и предпринимать конкретные действия, не обращая внимания на все возникающие вокруг них ситуации. Сейчас вы поймете, какая разница между этими двумя типами людей, а также узнаете, как развить в себе проактивность. У каждого из нас в жизни бывали такие ситуации, когда мы подвергались воздействию реактивного мышления. Например, вы проснулись утром и первым делом увидели за окном серое небо, тучи, проливной дождь и ужасно сильный ветер. При виде такой картины ваше сознание автоматически начинает программировать вас на то, что весь день будет соответствовать погоде за окном, а именно будет ужасным, серым и унылым. Или когда ваш адрес высказывают критику или какие-то замечания, вы тут же начинаете сомневаться в себе. Весь день ходите с мыслью в голове, что вашу работу не оценили по достоинству, из-за чего на протяжении всего дня вы не можете нормально сосредоточиться. Все это можно назвать проявлением реактивного мышления. То есть, когда ваше состояние, ваши мысли и ваши действия не контролируются вами, а зависят от внешних факторов. Такое мышление заложено в человеке с самого его рождения, поэтому потребуется значительное усилие, чтобы его изменить. И если проанализировать такое мышление, то можно с уверенностью сказать, что менять его необходимо каждому человеку, у которого оно преобладает. Потому что если вы будете постоянно подвергаться влиянию внешних факторов, то это может зайти настолько далеко, что они начнут целиком и полностью контролировать все аспекты вашей жизни. А это, в свою очередь, приведет к тому, что человек станет просто марионеткой в руках других людей. Он не сможет контролировать свои действия, ему будут не подвластны его эмоции, ему будет не подконтрольно его состояние. Он просто будет жить по тому сценарию, который будут писать для него другие. Но хорошая новость в том, что у каждого из нас всегда есть выбор. И этот выбор заключается в том, как нам реагировать на то или иное событие. И именно люди с проактивным мышлением сами для себя решают, грустить им в этот момент или же радоваться. Сейчас представьте у себя в голове ситуацию, как будто бы с вами произошло какое-то неприятное событие. Какая первая реакция у вас возникает? Скорее всего, это гнев, отрицание, сопротивление, беспокойство, страх. Но это вполне нормально, в том смысле, что эти реакции заложены в нас природой с самого нашего рождения. Но если мы говорим о проактивных людях, то они принимают все эти ситуации как данность. Они понимают, что они не в силах контролировать все обстоятельства, но зато они могут контролировать самого себя, они могут контролировать свои эмоции, свои поступки. А именно это и является самым главным выбором. Потому что быть проактивным человеком, это значит концентрироваться на том, что изменить можно, а не на том, чего нельзя. Это значит управлять самим собой, а не пытаться управлять всеми возникающими обстоятельствами. Это значит перестать обвинять все вокруг, а взять ответственность за себя, за свою жизнь, за свои эмоции и поступки. А теперь несколько кратких советов о том, как развить в себе проактивное мышление. Первое. Начните замечать свою реактивность. Начните замечать все негативные отклики со своей стороны, которые проявляются у вас в течение дня. Например, у вас плохое настроение из-за того, что вы сегодня не выспались, потому что вчера вы задержались со своими друзьями в баре. Но вот только в этом виноваты не ваши друзья, которые не отправили вас домой, а ваше реактивное мышление, которое пытается спихнуть всю вину на других. Научитесь замечать такие моменты, находите свои ошибки и способы избежать их в будущем, не судите и не критикуйте обстоятельства. Второе. Измените свои мысли и речь. Наша речь и мысли формируют нашу модель мышления, что в свою очередь влияет на наше повседневное поведение. Люди с реактивным мышлением часто говорят, что они не могут что-то сделать или что они вынуждены это делать, потому что просто нет другого выхода. В отличие от них, люди с проактивным мышлением постоянно говорят, что они могут это сделать, что они будут над этим работать и что они хотят это изменить. Но вот свою речь изменить намного легче, чем наши мысли, потому что есть некоторое время подумать, прежде чем что-то сказать. Мысли же возникают моментально, поэтому именно с ними стоит работать в первую очередь. Как только вы заметите за собой негативную мысль, в этот же момент замените ее на позитивную. И если вы будете делать это постоянно, то спустя какое-то время заметите, что при возникновении негативных ситуаций ваши реактивные мысли будут сами собой трансформироваться в проактивные. И третье. Научитесь принимать на себя ответственность. Всякий раз, когда вы перекладываете ответственность на других, это приводит к пассивности вашего мозга и неумению принимать правильные решения. Люди с проактивным мышлением постоянно берут на себя ответственность. Они думают только о том, каким образом можно достичь своей цели, при этом не обращая внимания на все возникающие препятствия. Такая позиция будет намного сложнее, чем полная безответственность. Но со временем подобные манеры мышления и поведения окупятся в разы и изменят в самую лучшую сторону все аспекты вашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok